Всем привет! Рады видеть вас на канале Мультимир Шоу! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Мультимир Шоу! Лера, вот учительница по литературе, всегда тебя ставят в пример. Ты пишешь такие яркие и красочные сочинения. Как ты развила свое воображение. Вот у меня ничего не получается. Ну вот смотри, Игорь, на день рождения бабушка мне подарила вот такую вот интересную игру. Это настольная игра от Бандибон «Сказка сказок». Так, а как это мне поможет? Все просто. Эта игра поможет тебе натренировать фантазию и воображение. В игре четыре типа карт. На одних картах изображены персонажи, на других – предметы, на третьих – локации. На последних карточках с фиолетовой рубашкой прописаны действия. Также в набор входит 28 фишек с алмазами. А какие правила? Нужно рассортировать карты по четырем колодам. Игроки берут по одной карте из каждой колоды, кроме фиолетовой. Не переворачивая карточки, кладут их перед собой. В свой ход игрок поочередно открывает по одной своей карточке. И начинает сочинять сказку, опираясь на выпавшие карты. В нижней части каждой карточки прописано, что необходимо сделать, рассказывая историю. Например, взять два алмаза или добавить фиолетовую карточку действий. А как понять, кто победил? У кого будет больше всего алмазов? Ух ты! В такую игру я еще не играл. Давай скорее попробуем. Персонаж, предмет и место. И у меня персонаж, предмет и место. Тогда я первый. Так, ученица ведьмы, котел и книга, волшебный лес, плюс два алмаза, минус два алмаза. Ну и все как есть. Начнем. Ученица ведьмы варила волшебное зелье в котле и читала волшебную книгу. Тут из окна прилетела птица и улетела в волшебный лес. Ведьма испугалась и уронила котел прямо на себя и превратилась в лягушку. Так, теперь я. У меня здесь есть принцесса. И, кстати, на картинке у нее есть лягушка. Щит, меч, роза, тронный зал. Возьми карту действия. Ух ты. Так, действия. Вот. Берем. Рассказывай сказку, добавь сказочные заклинания. Интересно. Второе у нас все как есть, плюс один алмазик. И все как есть. Второй зал. Так. Эта ведьма превратилась в лягушку. И скорее побежала на помощь к своей подруге принцессе. И она, конечно же, ее сразу узнала. Она удивилась, что же произошло. Повезло, что лягушка могла разговаривать человеческим голосом. И она рассказала все, что случилось. Оказалось, что эта птица была злой ведьмой, которая ненавидит всех учеников. Вот этой вот ведьмы, которая была ее давным-давно подругой. Принцесса отправилась на поиски волшебного заклинания и возможности вернуть свою подругу обратно в человека. Она с собой взяла меч и щит. Как вдруг к ним прибежала ее любимая собачка и заговорила вдруг человеческим голосом. «Возьми с собой вот эту вот розу», — сказала она и протянула ей розу. «Принцесса не хотела ее брать, но согласилась. Воткнула ее себе в волосы и пошла прямо в волшебный лес на поиски этой ведьмы». А тронный зал? Ну это в тронном зале все происходило. Так, теперь я. Персонаж, предмет, место. Открываем. Волшебница. Сокровищница. И волшебный колодец. Возьмите карту персонажа, возьмите карту персонажа. То есть еще две карты? Еще две карты персонажа взять. Мощь. Ведьма. Это то, что надо просто. И король. И вот у короля и ведьмы пропусти ход. То есть я пропускаю ход. Теперь я беру. Раз, два. Ой, извините. Рыцарь. Пропускаю ход. Ладно, еще откроем, посмотрим. Пропусти ход плюс алмаз. Возьми карту предмета. Ну ты уже пропускаешь ход. Ну я его все равно беру. Да. Возьми карту места. Плюс два алмаза. Взяла. И еще два алмаза даю. И минус один. Все как есть. Минус один алмаз. Так, и так как я пропускаю ход, все карты у нас. А я беру свои карты. Персона. Так, ладно. Предмет. Место. Это все. Это уже. Принц. Дудочка, горшок. Темный замок. Минус четыре. Все как есть. И минус три. И пропускаешь ход. И я пропускаю ход. То есть, ну типа, у меня и так нет алмазов, так что у меня это не в минус. Я пропускаю ход опять. Теперь ты. Давай. Предмет, персонаж и место. Все как есть плюс три алмаза. Гладиатор. Кристалл. Подводное царство. Да почему тебе так везет? Подводное царство. Все как есть три алмаза я взяла. Пропускаю ход, сейчас пропущу. Возьми карту действия. И еще один алмаз я беру. Это везет. Показывай сказку, подражая походке по водкам медведя. Но я пропускаю ход. Так что не будешь показывать. Так что не буду ничего показывать. Так, теперь я. Нам с тобой супер-пупер везет. Тебе везет. Так, почему это? Персонаж. И место. Злодей. Снадобье. И водопад. Злодей минус три. Снадобье возьми карту действия. Берем. И водопад плюс четыре. Но так как у меня минус три, я беру один алмаз. Все. Прекрасно? Действия. Рассказывай сказку. Произноси. Я вам покажу. Ну. Давайте попробуем. И вот, когда ведьмы побежали в волшебный лес, принцесса и лягушка там была, на них напал злодей. Хорошо, что у принцессы было снадобье. И она дала его своей... Откуда у нее было снадобье? Вот снадобье. Да вот оно! Но в сказке оно откуда взялось? Вот оно! Она нашла его на полу в... Возле водопада. Возле водопада. И тогда злодей сказал, я вам покажу. И убежал обратно, откуда вернулся. Откуда и пришел. Так, все, да? Все, да. Идеально просто. Ань, получим два взяла. Так, ладно. Персонаж, предмет, место. Персонаж. Русалочка. Возьми карту действия. И минус три алмаза. И беру карту действий. Последнее. Предмет. Метулаз, шляпа и зеркало. Все, как есть. Минус один алмаз. Место. Поля на желании. Возьми карту действия. У нас нету больше карты действий. Рассказывай сказку. Говори, йо-хо-хо, как пират. Давай. Они побежали дальше возле водопада. Йо-хо-хо. И там они встретили красивую русалочку. Которая держала в руках зеркало. Это было зеркало пророчества. Также у нее была шляпа ведьмы и метла. Они плавали рядом с ней, йо-хо-хо, в водопаде. Принцесса спросила. Русалочка, откуда это у тебя? Это же принадлежности ведьмы. А она, йо-хо-хо, сказала, что ведьма пролетала над нами и искала принцессу и лягушку, чтобы заколдовать их и навеки оставить лягушками. Йо-хо-хо. А самой превратиться в принцессу и стать королевой. Они рассказали, что йо-хо-хо, они и есть принцесса йо-хо-хо и лягушка. А русалочка им сказала, возьмите метлу. Так вам будет легче найти волшебницу, которая сможет превратить ведьму обратно в человека. Йо-хо-хо. Также недалеко есть поляна желаний, где вы сможете, йо-хо-хо, найти еще одно такое же снадобье. Йо-хо-хо, в котором вы отогнали того проказника. Такие вам понадобятся. Вы можете исполнить это. Вы можете там найти кучу таких снадобий. Йо-хо-хо, хорошо, сказала принцесса. Она взяла у русалочки зеркало пророчеств и все, что надо было, поблагодарили и побежали на поляну желаний. Йо-хо-хо. Там они, ну и все получается. А в зеркале пророчеств они увидели двух красивых девушек, которые были очень похожи на них, но были уже очень взрослыми. Они обрадовались и поняли, что у них все получится. Йо-хо-хо. Так, понятно. Хорошо, сейчас посмотрим. Так, давайте посмотрим. А конечно, я не могу не говорить, Йо-хо-хо. Йо-хо-хо. Так, персонаж Шехерезлада. О май гад. Волшебное золото и дворец. У меня взять карту предмета. Еще одного. Еще взять карту предмета. У другого. У дворца пропустить ход. Но! У волшебной лампы у меня плюс два алмаза. У бочки и секиры плюс три алмаза. И у дворца плюс один алмаз. Но, так же я пропускаю ход, так что все это, Лефа, добра. Ай-яй-яй, плохо так шутить. Так. Персонаж. Лепрекона. Это кто, типа гном? Все как есть. Плюс один алмаз. Предмет. Корона. Жезу. Возьми карту места. Еще одну. Возьми карту персонажа. Последний. И еще плюс два алмаза. Вместо... Ой, я два. Пропусти ход плюс пять алмазов. Раз, два, три. Да. Четыре, пять. Все, я уже проиграл. И пропусти ход. Ущелье чудес. Так, у меня получился лепрекон, пират, корона, жезл, пропасть и ущелье чудес. Но у нас карты уже закончились, получается. Осталось только одно место. Давай закончим сказку. Это твое, получается. Окей, давай. Минус два алмаза. Так, место у нас город мастеров. И когда принцесса с ведьмой нашли злую ведьму, они кинули в нее снадобье. А, нет, давай немного изменим, чтобы уже мы могли закончить. На поляне желаний они смогли найти снадобье, которое превратит ведьму обратно в человека, в лягушку. Они, ведьма с принцессой, превратились, стали намного сильнее. И также с помощью зеркала пророчеств они нашли легко ведьму. Пришли к ней и... Вот, давай дальше ты. Пришли к ней и тогда они смогли на поляне желаний, ну, загадав, как ее найти, они пронзили ее мечом, который заранее был у принцессы. Когда они победили эту ведьму, они приехали в город мастеров. Там они сделали себе новый меч и также пошли искать новые приключения. На этом наша сказка заканчивается. Возможно, будет вторая часть. И будет вторая часть. Возможно. Ну, это я имею в виду не про видео, а про книгу. Книгу выпустим свою, будет две книги. Ну, мне кажется, у нас получилась очень классная сказка. Да. Сколько у тебя фишек? Пять. А у меня девять. Ура, я выиграла! Круто! Спасибо тебе, Лер, за такую классную игру. Мне безумно понравилось. Теперь у меня точно не будет проблем с воображением. Пожалуйста. Я очень рада за тебя. Ну, а нам пришла пора прощаться. До новых встреч! Пока! Мультимир-шоу! Мультимир-шоу! Мы от développer.